всем привет друзья и как вы видите мы сегодня в марселе я снимаю немножко вам из автомобиля немножко по комментирую почему потому что у меня много вопросов когда я снимаю с марселя у меня много вопросов кто-то пишет ой как красиво чисто кто-то пишет какая красивая архитектура а кто-то говорит ой грязно ужасно плохие районы плохие жители и так далее так вот я решила вам поснимать и немножечко по комментировать да здесь вот мы сейчас едем по направлению к рынку ну ай это так сказать да не так сказать она прямую сказать это арабский рынок там только представители этой национальности держат все точки и они и магазины и кафешки и там им торгуют овощами фруктами и так далее у них там есть свои магазины даже мясные где они продают именно свое мясо да ну как бы они не употребляют свинину в пищу поэтому для них это очень важно так вот это да в самом центре марселя есть арабский рынок но это не мешает марселю оставаться вот таким вот красивым со своими какими-то изюминками с красивой архитектурой да не во всех районах можно это наблюдать но никто же вас не заставляет идти в те районы в 13 или там 13 тоже по привычке да как в париже в бугенвилле так далее где живут неблагополучные люди с вами конечно продвигаемся по центру и к viewport viewport в старый порт не знаю правильно сказать с каким ударением да здесь в центральной части города много бутиков дорогих магазинов дорогих ресторанов и кафе ну здесь соседствуют все это портовый город как и одесса поэтому здесь очень много национальности здесь очень много людей представителей разных стран поэтому уживаются все и довольно таки дружно здесь я вам снимаю вот такое красивое место и немножко поснимают также людей которые мне встречаются может вам будет интересно посмотреть во что одеты французы и француженки здесь такая вот витрина интересная ювелир с ювелирными украшениями к сожалению немножечко отсвечивает но кое-что можно разглядеть изумруды и красивое кольцо вот сейчас покажу вам с таким розовым камнем такое мне очень она понравилась такие вот сережки интересные ну цены такие от 1000 с чем-то 450 тысячи разные есть цены здесь вот такой вот магазин на и мое внимание привлекли эти пасоножки сейчас у нас еще продолжаются скидки до двадцать седьмого поэтому витрина очень интересные такие вот красивые открытки состав с изображениями старого старой франции представители французов вот такие вот тут ходят женщины у нас и мужчины по-разному одеваются француженки они несмотря на то в какой они форме ну обычно конечно француженки более худые да ну папа своей структуре но и встречаются и пышнотелые дамы я им не мешает это надевать на себя и короткие шорты и так далее витрина лансель мы ее проходим кстати француженки очень часто покупают сумки именно французских брендов они уже более к этому предрасположены не луи виттон у них там в самом самом почете да а такие бренды на каждый день как лансель вот я вам про пышно грудых про пышно попах рассказывала только что вот увидели девушка совершенно не стесняется своей фигуры вот эта женщина привлекла мое внимание и она прямо остановилась и позировала здесь мы можем видеть тот редкий случай когда женщина прибегает к услугам пластического хирурга именно на лице женщина очень в возрасте поверьте мне и она такая ухоженная симпатичная меня очень привлекло внимание именно я хотела снять ее у нас есть представители как вы видите многих национальностей вот прошел представитель я не знаю как правильно это сказать еврейской национальности вот девушка в юбке садится на скутер и нисколько это ее не смущает у нас вот такие вот есть напрокат сегвеи и многие группы которые приезжают пользуются услугами вот такой вот прогулки экскурсии на сегвеях а мы продвигаемся с темой в старый порт мы идем с ним в кафешку покушать так мы с темочкой зашли перекусить я взяла себе салатик вот такой вот а темка ждет пиццу сейчас он не заправит салатик и теперь бальзамический уксус попробовал уже хлебушек такой нам дали вкусненький тема попробовал это пересыл сетку также пиццу и за салат мы заплатили 27 80 а сидим мы в старом порту сейчас выйдем покажу вам полная сумка дома покажу мороженое вон у нас есть штрунфики голубое орео мэдитерранео сиква мэдитерранео merci то есть вы поняли с медом с сухофруктами с сухофруктами с медом и с ищем еще да сейчас заберу так еще раз покажу вам старый порт мы с темочкой поднимаемся на нашу стоянку одна из площадей которая находится немножко выше чем старый порт ого какая мусорка заполнена и на этой площади очень много кафешек и тут фонтанчик идем с темочкой на стоянку начинаем выезжать с минус седьмого и по кругу поехали не знаю зайка я думаю где-то да уже у меня аж голова закрутилась слава богу вот я не люблю эти стоянки французские по кругу да ну вот и раз ты помнишь мама там вообще это страшное есть красивое но тоже по круговому движению и это конечно капец посмотрите какой вылезть какой вылезть тут еще и припарковалась машина ты себе поезжай как хочешь смотри кошмар просто кошмар господи какие-то столбики писать мама дорогая какой-то прямо кошмар выехали мы из этого с какашки этой куда нам сюда можно а вот это куда мы хотели заезжать с другой стороны все поехали дудом все три часа с темкой хорошо провели время тем ты доволен? да отлично я рада все едем домой будем жарить курочку сделаем вам лавашик там еще есть у нас салатики и помидорки одна помидорка точно есть так наверное мы возвращаемся сюда в эту сторону я думаю вы поняли да я подстриглась вот так теперь я выгляжу такая длина которая мне мне нравится и я могу даже хвостик сделать ну не хвостик а так приколочкой собрать для моря все выезжаем с этого Марселя а шо они как они вообще шо вообще выделали да хотела вам еще сказать астан припарковались на стоянке прямо в центре и я думала что она будет дороже стоить а заплатили мы в итоге 4,50 4,80 за фактически 2 часа то есть мы 2 часа с темкой гуляли ходили по магазинам кушали с 13 до 15 вот так вот хорошая даже стоянка то есть я знаю где можно припарковаться за недорого ну что стрижка вам нравится? нет? но зато не будет в разные стороны выкручиваться то что я терпеть не могу попрошай ничего здесь знаете я не против никому помочь но здесь во Франции для меня это меня это всегда шокирует ну когда мне руки обработать тут какие-то ощущения грязного я против этого почему? потому что здесь государство помогает и помогает всем и платят и РСА это помощь когда у вас ваши доходы падают даже если вы работали и не заработали на пособие по безработице как мужик побежал на красный свет а тот который по левой стороне едет от меня полевую руку он прям ну как бы даже не затормозил он себе едет да и едет а тот так бежал аж ноги закидывал за себя ну все короче мы двигаемся в направлении к дому Марсель сегодня нас не разочаровал не огорчил ну потому что мы не были в таких районах я была в районе в одном из районов немножко тут красиво возле жандармерии центральная такая жандармерия смотрите сколько здесь полиции кто-то припарковался или они ее остановили боже тут просто одни полицейские с одной стороны на другую и такие обмундированные чего это они в обмундировании в пластмассовых таких вон там переходят ну вы наверное не увидите а ну темпу поснимай потому что там сейчас будут они идти и они в таких пластиковых этих вот эти бусики это такие ну там последний шоу в пластиковых таких не наколенники а такие полностью такие как берцы от верха колена и до низа прямо и это центральная полиция Марселя очень большое такое здание это мы выехали на главную улицу Костеллана сейчас просто поедем по кольцу потому что нам назад да нам надо в другую сторону и вот справа пошла улица Костеллана главная улица Марселя и все переходят на красный свет и им это не мешает ну что еще один прекрасный день проведенный с сыном выходной муж на работе старший сын в Украине а темочка мороженка кушает всем пока берем за сэрбрии оставшись на канал все работы и я